ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы поклоняемся Тебе Мы поклоняемся Тебе, Великий Бог 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 Аминь 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 Тебя в собрании святых Твоих. Но, Господи, Бог мой, и восклицаю имя Твое, имя Иисуса Христа. Иисус Господь! Иисус Господь! О, Иисус Господь! Иисус Господь! Слава Тебе, Сын Божий! Ты единственный, и нет равных Тебе, и нет подобного Тебе. О, нет подобного Тебе. Но, Господи, мы не только колени наши, но и сердца наши склонили перед Твоим величием, перед Твоей славой, перед Твоим достоинством, Господи. И мы говорим Тебе хвала Богу нашему, поклонение. Господь, мы любим Тебя, ибо Ты первый нас возлюбил, пошел за нас на крест. Слава Тебе! И сегодня мы стоим, а мы, Ты Твоей кровью, мы оправданы Твоим воскресением, потому что смерть Твоя разделалась за всеми нашими, грехами от Твоего воскресения, принесло нам оправдание. Хвала Богу нашему, благословляет Тебя душа моя, и дух мой величайя Тебя, Святого Израилева. Аллилуйя Богу нашему. Господь, мы вместе со святыми, Твоими ангелами Твоими превозносим Тебя, превозносим Тебя. Господь, и верим, и верим, и ожидай, что придет день, когда мы навсегда, навсегда сольемся с Тобой в той вечной суннаме, который день приготовил для любящих Тебя, Господи. О, слава Тебе, Ты вошел в славу Своего Отца. Ты вошел, Ты воссел одесную, получил власть от Отца, и правишь, и говоришь нам, что Ты возьмешь нас в Себе. О, и посадишь нас заспалить столом, Романа Флэнди Эйзен, О, Романа Грейдис, О, Аллилуйя Тебе. И мы будем царствовать с Тобой. О, и будем царствовать с Тобой в обеде. Аллилуйя. Ты посадишь нас, Господи, и вывезь служить нам, Господи, и мы будем пить это новое вино в Твоем царстве. Аллилуйя. Вино спасения, вино вечной жизни, вино вечной радости. Слава Тебе. Слава и держава Богу нашему. Владыков Господи, оставайся с нами. Дай нам благодать пройти на жизненный путь, Господь, вместе с Тобой. В угол у Тебе. Для славы Твоего великого имени. Чтобы, как написал нам великий апостол, чтобы мы, уже живущие, не для себя жили, но жили для того, кто умер за нас и воскрес. Господь, помоги нам каждому. А всю славу. Всю честь Тебе отдаем Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу нашему. Слава Богу нашему. Всех вас еще раз приветствую в Доме Господнем. У нас сегодня гости. Нас посетил архиепископ Сергий вместе со своим сыном. Он сегодня послужит нам Словом Господнем после причастия. Также у нас сегодня брат Костя с супругой Еленой приехали. Брат Костя уже будет здесь работать. В Москве получил работу. И надеемся, что Он будет с нами. И мы вместе будем служить Господу всей своей семьей. И во славу великого Бога нашего. Иисус сказал, помните, что много работы, однако мало работников. Проблема та же. И сегодня. Работы очень много. Куда ни посмотри. Направо, налево. Работы очень много. Но делатели мало. Мало работников. Мало охотников, которые бы зашли через свои рукава и пошли бы на миссию. Пошли бы на служение. Пошли бы на труд. Поэтому я благодарен Богу, что брат Костя как раз тот человек, который любит Господа и любит труд. и любит за отсутчивые рукава. Слава Богу! Будьте благословенны, мы рады, что вы среди нас. А сейчас мы послушаем Слово Господне еще, помолимся и затем совершим трапезу Господню. Я хочу прочитать из Евангелия Марка. Евангелие от Марка. Из последней главы из последней главы с 10 стиха с 9 Воскресну рано в первый день недели Иисус явился сперва в Марине Магдалине из которой знал семь бесов. пошла и возвестила бывшим с ним получившим плачущим и рыдающим. Но они услышали, что он жив и она видела его не поверили. После всего явился одином образе двум из них на дороге, когда они шли в сирене. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что не видевшим его воскресшего не поверили. до сего места. Евангелист Марк повествует нам, впрочем, как и остальные евангелисты, повествует нам о том, что после своего воскресения Иисус являлся не всему народу, но отдельным людям, и эти люди приносили свое свидетельство, однако не всегда им верили и не сразу им верили. И вот евангелист Марк как раз записал нам эту величайшую истину, что когда Иисус явился уже одиннадцати и они были вместе, то Он упрекал их, упрекал их за что? За неверие и жестокосердие. И вот я немножко хочу порассуждать об этом. В Библии мы имеем множество неоспоримых доказательств и не только в Библии о воскресении Иисуса Христа. Однако, как и тогда, так и сегодня, самой наибольшей проблемой человека является неверие. неверие. Или лучше сказать грех. Неверие. Но за этим всегда стоит неверие. Всегда стоит неверие. Когда читаем мы историю жизни нашего Господа и Спасителя с точки зрения евангелистов, и потом, когда эту историю исследовали многие ученые и дальше по этому поводу написали целые книги, и мы подчас их студируем. Есть такая одна книга, которая описывает жизнь Иисуса, и написал ее Энс Ренан, французский ученый, безбожник, правда, и эта книга называется «Ля Вида Жези», «Жизнь Иисуса». Есть много других, например, прочитать «Жизнь Иисуса Фарара», это нечто, это шедевр, это просто получаешь величайшее благословение. Так вот, Ренан также красочно описал земную жизнь Иисуса, очень красочно. Когда он описывает все, что произошло, и вообще описывает Иисуса как человека, то очень замечательно, но одна у него была проблема, когда он дошел до креста, когда дошел до креста и описал как Иисус был распят и повешан на древе, после этого он написал большое слово «финис», «финис» по-латински означает «конец», «конец». То есть он обозначил, что на этом все было закончено. Интересно, что печатник, который издавал эту книгу, этот Ренана, он тоже был безвожником, тоже был неверующим, и вот на чистом листке в конце этой книги после вот гнетущего этого умирающего финис он нарисовал гравюру, то есть рисунок, рисунок гравюра умирающего спасителя. И вот спаситель висит на кресте с опущенной головой, бледным лицом, запутанными волосами, на небе черные тучи, стерлятники, окружающие его тьме, и все, вся эта картина говорит только об одном, о поражении, о поражении. И да, мы можем согласиться, как и многие в то время, да, это был конец, но вопрос, но конец чего? Чему это был конец? Да, это был конец, но конец чего? И великий апостол говорит нам, апостол Павел, что это был конец греха. Аллалюя. Он умер за грехи наши. Он умер за грехи наши. Посмотрите, проблема человека всегда была греха. Никогда не бедность, никогда не необразованность, никогда не физическое состояние, или мы бы сказали болезни, это не была никогда проблемой, потому что если бы проблема человека была бы болезнью, то Бог бы послал величайшего врача, который бы всех лечил, исцелял, и все люди были бы здоровы. Однако Бог не врача послал. Когда проблема была бедность человека, проблема человечества бедность, то Бог бы послал какого-то богатого бизнесмена, который бы мог накормить все человечество, весь родинской. Однако проблема человека не была бедность. Проблема человека была греха. Поэтому Бог послал своего сына, и Библия говорит, невинного, безгрешного, святого, который умер на Голгофском кресле. Который взял на себя все кругами. Все, 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 чем только грех известен, дорогие мои. Вся, 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 все, чем, а мы знаем, что сотворенный грех, им только можно гнушаться, и им только можно гнушаться и не видеть. И вот этот весь позор он взял на себя, он взял на себя, он взял на себя. Он умер за наши грехи, говорит апостол. Видите, Ренан не смог логически последовательно опровергнуть воскресенье, поэтому он ничего не говорит об этом. Но он также не смог своим бешеным, извращенным умом принять его, поэтому у Ренана Иисус остался на кресте. На кресте. Но мы с вами, которым мы веровали и которым Господь открылся, мы имеем целый список непровожимых доказательств воскресения нашего Господа. Эти доказательства здесь, в Евангелии. И каждый евангелист повествует по-своему и рассказывает, как Иисус явился. Явился в начале Марии Магдалине, явился этим женщинам, мироносицам. Удивительно, что Иисус в начале явился женщинам. Может быть, если бы я был бы на месте Иисуса, я бы явился, наверное, Петру в начале, может быть, Юану, любимому ученику. Однако, Иисус явился в начале этим женщинам. И вот удивительная вещь. Я размышлял, почему же это так? Мне нравится, братья и сестры, что там, что в течение всей жизни эти женщины, имена которых у нас есть в Евангелии, особенно в Евангелии от Луки, их имена мы имеем, эти женщины, все они были теми, кому Иисус соделал какую-то милость. Например, Марк нам повествует, что из Мандолина была издана этих всех, всех демон. То есть, она была освобождена от страшного террора, она была в этих узах, в кандалах, демонских, демонических, и Господь ее освободил. И смотрите, с тех пор, как Господь ее освободил, с этого момента она начинает следовать за Иисусом и Ему служить. Вы помните, что было с другой женщиной, ее звали Анна, явно, она была женой царедворца, кузы, да, он был начальником двора у Ирода Антипа в Каперлоуме. И интересно, что Господь исцелил мальчика, сына, это Иоанна и ее мужа Сузы, да, и вот какая-то милость Господь сотворил, какую-то милость сотворил. Теперь, когда мы размещаем о доме Марфы, Марии, Лазаря, там, интересно, что другой евангелист называет этот дом, знаете, как? Иисус был в доме Симона Прокаженного. Ну, конечно, когда Иисус был в доме Симона Прокаженного, то этот Симон Прокаженный давным-давно уже не был Прокажен. Иначе Иисус бы не мог туда вступить, верно? Это означает следующее, что этот Симон был исцелен от своей Прокажен. Теперь, кто это был Симон, мы только можем догадываться, либо это был отец Марфы, Марии и Лазаря, либо это был муж Марфы, потому что Марфа везде фигурирует как хозяйка, как главная фигура, да? Скорее всего, это мог быть муж Марфы, но он был болен Проказа, а Иисус исцелил его, и с этого момента весь этот дом начинает служить Господу. И вот эти женщины, они служат Ему все дни его земной жизни, и у Креста мы видим женщин, Иоанна, апостолов нет, они все обижали, они все обижали, они все обижали, только женщины, смотрите, хрупкие, кажется, женщины имели достаточно веры, чтобы там стоять, и быть свидетелями, и быть на стороне, это единственная горстка людей, свидетельствовала ладану креста, что они на стороне своего спасителя, весь мир был против него, вся империя, вся граниозный мир Иерусалима, все священство против спасителя, и горстка женщин, которые свидетельствовали о том, что они на стороне того умирающего, умирающего, и распятого. Дорогие мои, женщина вначале Господь является удивительно, удивительно, потому что они его и искали. Если же апостолы попрятались, и никто его не искал, они сидели в этом доме в замерти, то женщины приготовили драгоценный мир и пошли помазать своего Господа, не зная, что он воскрес. Но они, они были полны любви своему учителю. Они и по смерти продолжали чтить своего Господа, своего Господа, и они отдают мир, это было нечто драгоценное на то время, нечто драгоценное, и это была большая жертва. И они идут и с целью помазать своего Господа эти миры. И вот Господь им является. Господь им является, и они от радости бегут, как повелел им вначале ангел, потом Господь рассказать ученикам о том, что он жив, и что он предваряет им в Галилей. Так вот, когда Господь явился, и уже там десять первые воскресенья были вместе, потому что Фомы там не было, то сказано, что Иисус упрекал их за их неверие. За неверие, то есть за неспособность поверить свидетелям воскресения Иисуса Христа. И причем это не только были женщины, на эти двое, помните, идущие в Маус, один из них Клеопа, другой мы не знаем именем, может быть, это был Лука, поскольку Лука описывает это, обычно было принято не называть своего имени, да, вполне возможно, что это был также Лука, и это уже мужчины были, и они говорили о том, что Иисус жив, однако не верили, не верили, и вот тут Иисус упрекает их за неверие и жестокосер. Вот интересно, что в греческом тексте вот это слово жестокосердие звучит как склерокардия, дворное сердце. Есть такой термин в медицине склерокардия, это когда человек умирает от того, что сосуды, сердце, сердечные сосуды становятся жесткими и не способными перекачивать кровь, и от этого инфаркт, и человек умирает. Смерть наступает от того, что сосуды становятся твердыми, твердыми. Склероз означает твердым, да, и вот твердость сердца, как в физическом мире склерокардия или твердость сердца, а мы знаем, что эта твердость сердца, ее чем она вызывается? Она вызывается неправильным метаболизмом, неправильной пищей, когда много жира, и все эти сосуды застывают, и не в состоянии, не в состоянии сердца прокачивать кровь, и летальный исход, человек умирает, и не в свое время, не в свое время он умирает, он мог бы еще жить, если бы он, если бы он бы позаботился о своем сердце. Так вот, точно так же в духовном, в духовном теперь мире есть наше духовное сердце, и есть духовная болезнь, которая называется склеркодия, каменное сердце, жесткое, твердое, на котором ничего не растет, вы ничего не можете посеять и взрастить, на этом, скультивировать, на этом жестком каменном сердце. Вроде бы, уши слышат, уши слышат, а сердце, сердце каменное, оно не принимает, оно не всасывает воду, оно не принимает пищу, живительные вещества, оно не принимает, ибо оно жесткое, оно каменное. Вот почему пророки друг за другом обращались к народу израильскому и говорили, спасите себе новый мир, постоянно пошите, пошите, взбакивайте, постоянно, не сейте свели между тернами, не сейте, не сейте, потому что терн, он заглушит все посеянное, и не сейте на камне, не сейте на камне, свою почву распакивайте, делайте почву вашего сердца. Гриф способна принимать сильно, принимать сильно. Так вот, Иисус, воскресший Иисус, продолжает учить своих учеников, продолжает говорить им, и понятно, что это в такой форме, которая им доступна, и они принимают это слово, они принимают это слово, и не только сейчас, но Иисус еще 40 дней будет являться им, и будет учить их от царствия Божьего, потому что когда Он был с ними на земле, Он многое чего еще хотел им сказать, но они не были в состоянии принять это слово. И проблема была одна и та же. неверие, неспособность, неспособность сердца применять слово, которое сердце. Вот почему, дорогие мои, очень важно, чтобы мы с вами следили за нашим сердцем, за нашим духом. Помните, Бог через пророка говорил, что Он призведет величайшую операцию, что Он возьмет каменное сердце, когда возьмет, даст нам плотяное, мягкое, способное поминоваться Его заповедям, способное слушаться Его голоса, сердце, которое бодрствует, не спит в церкви, не дремит, не дремит, спать нужно дома, дремать нужно дома, еще где-то на кровати, но в церкви бодрствовать и слушать, и складывать все в свое сердце. Аминь. И посмотрите, помните, когда сыны Божьи явились, пришел кто? Пришел и сатана. И один пропагандин сказал, что дьявол это самый, это регулярный посетитель каждого собрания. И он посещает. Не то, что мы пришли, да, мы пришли, и ангелы Божьи здесь, но он также приходит, и кого он ищет? Он ищет человека, который не бодрствует. Он ищет человека и навеет сон, и навеет сон, и навеет мысли, чтобы человек думал о чем-то другом, и переносит его в другое место. Иногда человек здесь, в собрании, проповедует с пеной урта, а человек где-то на рынке, что-то продает, что-то покупает, что-то испытывает, как написано, кто-то волон, кто-то землю, кто-то где-то в какой-то сфере другой он находится. И дьявол лорует. Христос сказал, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить, но я пришел дать вам жизнь и дать вам ее с избытком. Слава Богу нашему. Дорогие мои, но мы с вами, здесь должно быть дальше участие. Мы должны бодрствовать, мы не должны спать, мы не должны дремать, мы не должны позволить иным мыслям войти в наш разум. Когда мы при лицом Господнем. И сейчас, когда эта трапеза перед нами, я хочу, чтобы мы сосредоточили наши мысли на Голгофе, на то, что там произошло 2000 лет тому назад. Потому что именно тогда решалась моя и ваша судьба. Божий Сын претерпел до конца. Ему предлагали сойти со креста. Он мог сойти, но он не сошел. Аллилуйя. Ибо если бы сошел, мы бы не были спасены. Но он претерпел до конца и таким образом заплатил, заплатил, заплатил все цело за мой и ваш грех, за мою и вашу вину. И на сегодня празднуем и мы сегодня радуемся и мы сегодня благодарим Бога за то, что Он не прошел мимо нас. Смотрите, сколько людей вокруг нас. И я иногда думаю себе, сколько вокруг меня людей гораздо лучше, нежели я, гораздо способнее, может, талантливее, может, там, богаче, но, но, смотрите, не их призвал Господь, но призвал меня и тебя. Аллилуйя. радуйся, благодари Бога, слава Бога. И в связи с этим, и мы сейчас будем молиться, в связи с этим я всегда еще упоминаю этот псалом. Он, один есть еще псалом, он 151. И наш брат, бископ, знает это. И он начинается тем, что этот псалом, он не входит в число остальных псалмов, он стоит отдельно. И вот этот псалом рассказывает о том, что Давид был самым меньшим в доме отца своего. Самым меньшим. Самым меньшим и он пас овец у своего отца. И однажды, говорит Давид в этом псалме, ангел Господень пришел и помазал его елеем. Помазал его елеем, помазание. И он стал помазанным. И он стал помазанным. И избрал его Бог. И вот дальше сказано, «А братья, а братья мои, которые были красивые и высокий ростом, однако к ним Бог не благоволел. Им Бог, им Бог не благоволел, к ним Бог не благоволел, и их Бог не избрал. А он, а Бог избрал меня и послал меня против этого Голиафа. И я снял с него голову и устранил, и снял позор с народа Божьего Израиля». Аллиюя. Дорогие мои, вот что значит быть избранным. Вот что значит быть помазанным елеем. Дорогие мои, но ведь это сердце Давида, когда мы читаем его в сауну, когда он ищет Бога с самого утра, когда он постится, когда он в течение ночи семь раз встает и склоняет колени, не виспи, но склоняет колени и молится к Богу. Дорогие мои, это любовь к Богу. Да, это любовь к Богу. Это истинный бой из Бога. Это истинный бой из Бога. И Бог избирает. Смотрите, Бог избирает, Он смотрит на сердце. Как важно приготовить наше сердце, приготовить, чтобы Бог мог посмотреть на него и сказать, о, это сердце мне нужно. О, я хочу это сердце. Я хочу это сердце. Я хочу это сердце. Это сердце прославит меня. Как блаженный Августин сказал, Господи, Ты сотворил нас для себя, для Своей славы. Это означает, что Бог ищет в себе человека, через которого Он прославится, Он будет возвеличен, Он будет прославлен, Его имя станет известно, более известно через жизнь и служение этого человека. И, дорогие мои, как же мы сегодня счастливы с Вами, что слышим эти слова, слышим, потому что каждый из нас может сделать выбор для себя. Господи, я хочу быть этим человеком, я хочу, возьми меня, вот я, возьми меня, пошли меня, употреби меня для Своей славы. Господь, сделай все, что нужно, произведи операцию, забери твердое, каменное сердце, да, не мягкое, плотяное. И вот я, Господь, таков, как есть, во имя крови, пролитая костей, прихожу к Тебе. Сошел с небес на нашу землю Иисус, заменил свои царские одежды на одежды земные, облег себя в человечность, чтобы нам облечься Божью в природу. Стал сыном человеческим, чтобы мы могли стать сынами Божьими, унизнуть себя аж до праха земного, чтобы нам возвыситься аж до Божьего трона. Будучи богатым, обнищал ради нас, лежал в чужих яслях, плавал в чужих лодках, ехал на чужом освенке и был погребен в чужом гробе. Родился вопреки естественному закону, рос в скрытости, жил как слуга всех, не имел высшего образования, не зависел от человеческой приязни, никогда не склонился перед каким-либо человеком. Когда был ребенком, встревожил целях, когда был подростком, удивлялся на такого мощного закона, когда стал мужем, погряз целым народом и даже всей империей. Имел власть над законами природы, ходил по волнам моря, успокаивал бурю, насыщал тысячи людей, пятью булочками и двумя рыбками. Исцелял больных без каких-либо медикаментов, воскрешал мертвых. Его враги не смогли одолеть его, сатана не смог искусить его, смерть не смогла уничтожить его, логина не смогла удержать. Над всеми одержал победу силой своей божественной мощи. Не написал ни одной книги, все же все библиотеки мира не вместили бы книг, о нем написанных. Не сочинил ни одной песни, однако своей прощающей любовью, милостью и даром спасения наполнил песнями хвалы, больших сердец, нежели все поэты мира. Не оставал религиозной школы, ни учебного заведения, ни богословской семинарии. Все же все школы и учебные заведения, все образованные народом мира не могут похвалиться стольким количеством учеников, как он. Не защитил никакой медицинской десантации, а так и стрелил больше больных душ, нежели тысячи врачей. Уврачевали больных тел. Не был начальником армии, не применял насилие, не завоевал мечом и пять земли. И все же ни один военачальник не имел столько добровольцев, как он. Никто во всем мире не превозглук столько неприятелей, сколько он. Никто не покорил столько царств, сколько он. Силой своей любви и вестью Евангелия изменил весь мир. Много мужей приходили и уходили. Он, однако, живет. И за ним последнее слово в истории человечества. Все люди обманывали и обманывают. Он никогда никого. Все согрешили. Он единственный праведный, святой, вечно совершенный, наилучший среди сынов человеческих и ангелов. Превыше всего вознесенный и прославленный. И этот, и этот Иисус Христос, он, спаситель мира, мой спаситель. И ходатай пред Богом. Если хочешь, он будет и твой. Покорись пред Ним. Отдай себя Ему. Провозгласи Его царем твоего сердца и твоей жизни. Тогда испытаешь Его любовь. Переживешь Его силу. И будешь участником Его славы. Избери Иисуса. Нет подобного Ему. Аллилуйя. Один человек написал эту поэту. Эту оду. Мы сегодня с восторгом ее читаем. И присоединяемся к этим словам. А сейчас давайте мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный. Мы празднуем смерть и воскресение сына твоего. Мы празднуем. Твое слово говорит, Господи Иисусе, что Ты добровольно умер за нас. Что это, да, это евреи предали Тебя римскому правительству. Это римляне Тебя распяли. Но смерть. Смерть была Твоя добровольна. Ты ее принял добровольно. Потому что это смерть была за наши грехи. За мои грехи. За мои преступления. О, я благодарю Тебя за это, Божий Сын. Я славлю Тебя. Потому что кто бы, кто бы мог пострадать? Господь, за праведника никто бы не согласился. А Ты пострадал за меня, грешника. Благодарю Тебя за моих братьев. За моих сестер. Спасибо Тебе. Я сегодня склоняюсь. Низко склоняюсь к Твоим ногам пронзеным. Аллиюя. Которые были принзены. Крабиты. Крабиты за меня. Господь, спасибо Тебе, что и на третий день Ты воскрес для нашего оправдания. Ты воскрес для нашего оправдания. И мы сегодня стоим оправданы. Господь, мы оправданы. Ибо Ты наш, Ты наш, Ты наш богат, Ты наш гордатый. Ты наше оправдание. Как Великоброн сказал, Господь, оправдание моё. О, Господь, я стою на этом, Ты моё оправдание. Слава Тебе. Я стою на этом слове, Господь, и благодарю Тебя за то, что Ты моё оправдание. И каждого верующего в Тебя благослови нас сегодня принять эту святую трапезу, благослови её, Господи, и помоги нам, Господи, нашим Духе взойти на Голгофу и осмыслить всё то, что произошло тогда. Дай нам эту милость, а всю славу и честь мы Тебе отдаём, Великому нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Библия говорит, что когда Иисус совершал трапезу со своими учениками, Он взял хлеб, благословил и преломил, и раздавая ученикам, сказал, Примите, ведите, это есть тело моё. Так же мы сейчас.